Здарова, народ! С вами Готик, а с вами Сократ. На прошлой неделе я выложил ролик «Выход крупного обновления лета 2020. Доказательства и факты». И он собрал определенную аудиторию, которая разделилась на два лагеря. Одни, соответственно, в ожидании чуда прислушались к моим словам и все-таки надеются на выход классного обновления до 15 августа. Другие же сказали, что это полная дичь и лажа, которую невозможно никак подкрепить и надо ждать трейлера. А до этого все это пустые домыслы. Я бы хотел в этом видеоролике кинуть еще порцию доказательств и фактов и поделиться с вами своими размышлениями. Ну и, конечно же, это новость недели, где мы обсуждаем все самое классное в мире Red Dead Online, Rockstar, Take-Two. В целом, погнали! Ну, по традиции начнем с онлайна. Значит, прошлые две недели обновлений, которые добавили все одежды из ограниченной серии и скидки на оружие, добавили игроков. Составил он в пике 25 тысяч человек. Огромное количество новичков. В сессиях можно наблюдать низкие лоу-ливилы. Это здорово и классно. Кстати, на этой неделе, опять же, началась новая неделя скидок и бонусов. Втрое больше опыта за задание из категории «Земля возможностей» от миссии Leclerc. Вдвое больше опыта за задание свободного режима. Скидка 50% на все карты способностей. Новые товары из ограниченной серии не добавили. Хотя у нас до этого добавляли всю одежду и так далее. Скидка 50% на быстрое перемещение по карте. Вот чего мы ждали. Экономию в 10 долларов. За всю неделю максимум, мне кажется. То есть от лагеря до Валентайна, от Валентайна до Эмеральда и обратно в лагерь. Таким образом, получается, что мы экономим. Ну, вообще здорово. Услуги цирюльника теперь бесплатно. Все прически, все бороды, усы, зубы и так далее стоят. Макияж для девушек стоит бесплатно. Теперь вы можете выглядеть клоуном еще и бесплатно с такими обновлениями Red Dead Online. Более того, распродажа одежды, скидка на все головные уборы, обувь, верхнюю одежду, рубашки и пончо. Это отличная новость, потому что как мы создатели модного приговора для нас, подкупить все вещи из каталога в принципе в теории возможно, но на практике это еще далеко до идеала. То есть имеется в виду все расцветки. Таким образом, на этой неделе, может быть, мы что-то подберем классненько к следующему модному приговору. Оставляйте комментарии по поводу модного приговора в описании. Может быть, какую-то идею мы воплотим в жизнь. Предметы одежды у Мадам Назара. Скидка на цилиндр Стюарт 150 долларов, а было 250. И на шляпу Экспедиция 3 золота, а было 6. Коллекция недели. Это монеты 1800 года. Стоимость 100 долларов. Монета Бехтлера в 5 долларов. Серебряная монета в 5 центов. И золотая монета в 25 центов 1800 года. Вот, собственно, это что касается обновления на этой неделе. Куца, скудно, но да ладно, двигаемся дальше. Для тех, кто не понимает, что сейчас находится на этом скрине, обратите внимание, пожалуйста, на ролик «Выход обновления лета 2020. Доказательства и факты». Там я подробно разбираю, что это такое. Однако в комментариях проявили себя люди, которые сказали, что ты ничего не знаешь. И вообще-то вообще непонятно, что это такое. И для таких людей специально ответил TS-Fans, который думает вот что. Вот тут подойдут как-никак слова TS-Fans. Ну, по крайней мере, это лучше, чем ничего. Просто предвидеть, какие могут быть содержимы предварительной сборки. Хотя наблюдаемый нами шаблон подразумевает, что это еще один патч. Но он может сыграть роль в понимании того, как далеко мы от релиза. Есть предположить, что Rockstar не будет выпускать обновления на этой неделе. Мы получим новый патч. И у нас тут подъехали изменения относительно Q-беты или К-бета, как ее называют, 525-й, которая не обновлялась очень давно. Тем самым мы обновили еще К-бету вторую. И это, скорее всего, патч. Для тех, кстати, не забыл добавить в прошлом ролике, что для тех, кто думает, что еженедельное обновление находится в К-бете, спешу вас огорчить, там они не находятся. И если этот файл обновляется, то это либо, скорее всего, патч, либо одна из ветвь игры. Иными словами, DLS. Ну и как ни кстати, сюда подойдут еще одни слова нашего любимого с вами тест-фанца, который говорит вот что. «Основная ветка К-бета просто обновилась впервые за долгое время», спрашивают у него. Он отвечает. «Это интересные и странные изменения. У К-беты тот же идентификатор сборки, что у одного из идентифицированной сборки К-беты 2». Они разделили его на две ветви. Это обычно делается, когда одна ветка планирует запустить, а другая продолжает получать обновление. Они либо работают над двумя патчами, либо это обновление и патч. И тут, кстати, подойдут еще мыслишки по поводу летнего обновления в GTA Online. Иными словами, если вспомнить обновления, которые были 24 июля, это «Ночная жизнь» версии игры 1.44 и 23 июля версии игры 1.48, это где казино добавили. То есть летнее обновление у нас с вами было непосредственно в GTA Online. То есть за два года в промежутке лета, весна, осень в июле было обновление. Но сейчас был коронавирус, и он есть, и люди могут не успевать с обновлениями. Однако в Red Dead Online планировалось весеннее обновление и планируется, безусловно, скорее всего, осеннее. Мне кажется, что эти два обновления объединят в одно, потому что 7 месяцев без обновления в Red Dead Online говорит уже о том, что «Алло, уважаемый Rockstar, где оно? Игроки недовольны?» пишут «Red Dead умерла». И они выпустят два мини-обновления в одном. Это лишь мое предположение, основываясь на истории Rockstar, обновлениях игры в GTA Online и в Red Dead Online, когда было весеннее и осеннее обновление. Безусловно, не будем забывать, что Xbox Game Showcast, который планируется 23 июля в 19.00 по Москве, там, где на Xbox представят игры для Xbox серии X, то есть это следующее поколение, и, возможно, нам уже что-то покажут, какой-то свет проявят. Надеюсь, что это будет не GTA 5 переиздание для Xbox, а хотя бы хоть какой-то намек на Red Dead Online и его последующее обновление. Однако, будем следить за новостями, не пропустите это событие, ведь, насколько нам известно, и, насколько известно вам, все основные летние выставки, презентации отменены из-за коронавируса. Хотели бы научиться ускользать от пуль, быть самым ловким и бессмертным, когда по вам стреляют? Я вам расскажу большой, оригинальный, легальный способ это сделать без читов. Как уклоняться от пуль, как царь и бог. Что-то делает? Полную версию ролика я оставлю внизу под этим роликом. Также там есть Дискорд. И огромное спасибо Алексею Котову, Иван Некст 64 Рус, Виктор Попов, Вовка СПБ и другие спонсоры, которые поддерживают канал Готики. Стань им тоже за 49 от 49 рублей в месяц. И пока!